У Кашмарской школы в Маргаушском районе будет сельскохозяйственный профиль. Она должна заработать уже в этом году. Ход ее строительства проверил глава республики. Первая в России аграрная школа рассчитана более чем на 100 учеников. Работы идут в соответствии с планом. 35% уже выполнены. Сейчас ставят окна, ведут кровельные и электромонтажные работы, монтируют систему вентиляции и отопления. Спортивная площадка и уличное благоустройство проведут чуть позже, когда высохнет земля. Агрошкола должна стать образцом системной работы по обучению профильным наукам. Сегодня очень много говорится об образовательных кластерах, когда объединяются в образовательный процесс и дошкольное образование, и среднее образование, и высшее образование, наука и бизнес. Таким образом, через взаимное проникновение, дети уже на ранних стадиях обучения более глубоко углубляются в конкретные предметы, а самое главное, эти предметы уже изучают с учетом новых веяний в науке и в технологиях производства тех или иных материалов. На совещании подняли вопрос о строительстве футбольного поля. На строительство и реконструкцию стадионов правительство республики ежегодно выделяет средства. Олег Николаев отметил, что можно попробовать попасть в инвестиционную программу, но для этого района нужно найти и собственные источники финансирования. Еще один объект, на котором побывал глава республики – автомобильная дорога Сура, проходящая через село Тараево и связывающая Маргауши и Ядрин. Обсудили план работы и сроки. В 2023 году здесь должен завершиться капитальный ремонт, и это лишь часть задач. В этом году мы с вами Козловка-Марпосад, на следующий год Аликово-Красночитай, соответственно, на 2023 идем с этим разрывом. В программе рабочей поездки – посещение предприятия «Сельспиль», который занимается производством большегрузных цистерн. Выпускаемые здесь танкеры пригодны для перевозки как пищевой продукции, так и химических веществ. Продукция востребована и за рубежом. На мой взгляд, это одно из предприятий Чувашьей республики, которые являются гордостью республики. Те технологии и те компетенции, которые здесь на сегодняшний день имеются, они очень конкурентны со всеми мировыми аналогичными процессами. И вот эти технологии на сегодняшний день применяются помимо очень знакомых нам направлений в виде полуприцепов еще и в космической отрасли. И, конечно же, наша задача и дальше эти темы развивать. Предприятие выполняет казну района, сохраняет рабочие места для жителей. Екатерина Шеверова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.